Тёмный зал. На сцене идёт финальный прогон нового творческого решения по мотивам классика литературы. Речь идёт о комедии Островского «Невольницы». Произведение малоизученное, с противоречивой критикой, непростое, как с точки зрения смыслов, так и по прочтению. Здесь переплелись судьбы типичных представителей эпохи, которые живут в своих мирах. Мужчины – хозяева, люди деловые, женщины – невольницы, заняты переосмыслением своих душевных переживаний. Я не хочу, чтобы вас целовал кто-нибудь из-за меня. И не хочу! И не помогите! И не расстраивайте меня! Да вам не зачинь, не знакомы быть с женщинами! Зачем вам все эти женщины? Сами характеры очень интересные. Характер главной героини, мне кажется, ну, это такая роль для... Характер, роль, как, допустим, в таких знаковых пьесах, как у Тенниса Вильямса «Бланш» или у того же Островского «Катерина в грозе». Вдохнуть в произведение новую жизнь, показать её прочтение через современные реалии – такую задачу поставил перед собой российский режиссёр Егор Равинский. Его работа в Бресте началась с небольших сцен, подготовленных в рамках творческой лаборатории молодых режиссёров. Позже администрация театра предложила завершить начатое дело и перевести его в полноценный спектакль. Так на свет появилась серьёзная постановка, где каждая реплика, каждый элемент реквизита имеет свою философскую роль. Здесь мы решили пойти по пути такого, не то что современного, но материальная среда, она такая недавняя наша прошлая. Потому что показалось, что эта пьеса, она ложится на такое решение, что, в общем-то, здесь не важно именно реалии. Уже 3 июня состоится премьера нового спектакля «Невольницы». Не пропустите яркое событие театрального сезона.